Девушки отдыхают 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 эту квартиру. И я считаю, что я имею на него право. Потому что мы собирались уже пожениться. Но не поженились. Мы жили в официальном браке. И это был мой муж. И умер он в нашей квартире. В 8 часов утра жив он у меня. Но я нашла еще другие документы. Он собирался, он изъявил желание вот этот договор дарения зарегистрировать в регистрационной палате. Он уже собрал нужные все документы. Он уже пошел туда. Ему дали квитанцию. Он написал заявление. Ему дали квитанцию, талончик. Когда приходить. День, все, число, дата, время, все. Но не дожил до этой даты 3 дня. Я считаю своим долгом исполнить его волю. То есть я считаю, что я должна довести эту процедуру до конца. И я требую включить меня тоже в это наследство. Я действую в интересах своего сына. Я вот все хотела вам задать вопрос. Почему одна, вторая доля? Одна, вторая доля. Я подарила, дождите, отвечу. Потому что она подарила моему, она подарила моему мужу одну, вторую долю в двухкомнатной квартире. А все, я никак не могла понять. Все, я теперь поняла. Скажите, пожалуйста, а вам нотариус отказал выдать свидетельство? Да, поскольку муж не был собственником, да, действительно, нотариус отказал в этом. То есть в данной ситуации вы нотариусу представили документы, и вам нотариус вынес постановление об отказе в включении в наследственную массу в связи с тем, что нотариус не усматривает перехода права собственности к вашему супругу покойному. Я правильно вас понимаю? Ну, так. Так. Тогда давайте мне отказ нотариуса и договор дарения свидетельства о смерти, свидетельства о заключении брака и о рождении ребенка через судебный пристал. Пожалуйста, отвечи. Пожалуйста. Вы знаете, я прошу иск этот не удовлетворять, я просто поражена на самом деле наглостью Ольги Евгеньевны. Мы 10 лет. Патвичик, простите, пожалуйста, вы были любовницей, я вот... Я была правдивницей женой. Да подожди. Женой была я. Подождите. Помолчи, пожалуйста, уже. Теперь можно послушать мою тучку? Ответчик, ответчик, вы были женой, вы собирались 10 лет стать женой. Да? Он не бросал, потому что он порядочный человек, он не мог оставить ребенка. Вот именно поэтому... 10 лет не мог оставить ребенка? Ответчик, скажи, ответь, вот я хочу понять. Скажите мне, пожалуйста. На самом деле, я же не задаю вопросы с судней, потому что мне страшно любопытно. А потому что мне нужно понять. Дело в том, что мы сейчас с вами разговариваем исключительно об одной единственной вещи. Она очень простая. Истец обратилась за открытием наследственного дела. Пришла к нотариусу, говорит, вот мое заявление о принятии наследства. Что делает нотариус? Это же в реальной жизни, на самом деле, очень простые вещи. Что делает нотариус? Он говорит, замечательно. Значит, мне нужны все документы, подтверждающие, а, смерть наследодателя, ваше с ним взаимоотношение с наследодателем. Нотариусу необходимо установить степень родства по отношению к ребенку, на его, так сказать, там, ребенок, который официально вписан в свидетельство о рождении. На знании этого нотариус что делает? Признает наследником ИСЦА, в первую очередь, и ребенка. В этот момент нотариус говорит, принесите мне, пожалуйста, все правоустанавливающие документы на недвижимость. Да, потому что... Вот в том-то все дело прошло прощение вас. Да, я буду говорить пока. Пока буду я говорить. Потому что вы будете разговаривать о том, кого он любил больше. А я буду говорить по существу, а не о любви. Ответчик, я буду говорить по существу, а не о любви. И вам придется меня дослушать. Так вот, если мы с вами не будем о любви говорить, тогда нотариус смотрит договор дарения, говорит ИСЦУ, ИСЦЕД, дайте мне, пожалуйста, свидетельство о собственности. Вот я о том и говорю. Нет, вы не об этом говорили. Что не было этого свидетельства, потому что он не оформил еще. Мы только подписали договор дарения, потому что мы действительно... Он уже переехал ко мне жить. Мы собирались с ним пожениться после развода. У меня есть решение суда. Из-за того, что у них малолетний ребенок, их сразу не развели, дали три месяца. Он три дня, вы понимаете, он три дня не дожил до второго судебного заседания. У меня есть поездка в суде. Подождите, ответчик. Она к этой квартире вообще не имеет никакого отношения. Я сама выплатила ипотеку. Подождите, подождите. Да он помогал тебе. Так, подожди, пожалуйста. Он очень много своих денег вложил. Эта квартира моя, я лично ее купила. Я 10 лет выплачивала ипотеку. У меня есть документы, договор ипотечного кредитования. Все сказано, что все я выплатила. Он все туда выносил. Я буквально, недавно, после того, как он ко мне переехал, для того, чтобы он чувствовал себя действительно полно... Да подожди ты уже в конце концов. Он умер в нашей квартире. Я просто в наглости ее поражаюсь. Понимаете, мы оформили договор Дарине, но он в собственности еще не успел оформить. Он только собирал документы. Она его своими просто... Я не могу... Подожди, пожалуйста. Довела его до следующего приступа. Вот в чем дело-то. Отвечу-ка так. Нет, это у вас в чем дело. А у меня дело совсем в другом. Это у вас здесь. А у меня... Вот у вас все справа, а у меня все слева. Давайте еще раз. Сейчас вот только вот... Давайте. Вот все, что вы сказали. Знаете, как пленку сейчас. Туда, туда. Отмотали, отмотали, отмотали. Скажите, пожалуйста, вот из всего, что вы сказали, что имеет значение? Да ничего не имеет. Истец. Вот она... Ответчик. Еще раз. Из всего, что вы мне сказали, что имеет значение? Имеет значение то, что вот эта женщина, которая сейчас стоит перед вами, и которая подала иск, никакого отношения к квартире, на которую она претендует, не имеет. Как наследница не имеет? Нет, конечно. Почему? Потому что я дарила часть, половину квартиры, любимому человеку, с которым собиралась. Нет, так, дальше так, вычеркиваем. Мотивы, еще раз, значит так, мотивы, по которым вы заключили договор дарения и кому вы дарили, не имеет значения. Пошли дальше. Он остался, прям, буквально, незадолго до своей смерти. Вот она его довела. Так, кто же не... Он вообще не любил, он не нужен еще. Ответчик. И сына-то только для того, чтобы он остался с ней. Нет, опять. Ответчик, 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 ответчик любил, не любил, не имеет значения. Ну, не имеет значения. Я понимаю, но ведь обидно же, знаете как? Я же 10 лет за нее выплачивала. Он же из-за нее ко мне никак жить не мог. Да, ответчик. Свои деньги вкладывал. Нет, он все трепало, не трепало. Истец, 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 если свои деньги, тогда вы не наследница. Она ни копейки же не вносила. Ответчик. Ну, что это вы, не знаю вообще. Да, ну что теперь? Ну, подумайте. Про любовь говорить не будем. Он же не успел ничего даже оформить. Я же дарила его, а не ей. Да подождите. Давайте прооформить. Вот давайте поговорим. Вот ответчик, ответчик, вот вы все равно хотите, подождите, все равно вы хотите и суд, все равно доказать, что он вас любил больше. А я вам говорю, не имеет. Да, конечно. Доказывайте не у меня. Вы слышите, что я же, опять же, не просто так какие-то слова произношу. Еще раз. Нотариус, почему ИСУ отказал? Потому что он только начал собирать комплект документов, а еще не было, сам право собственности не было установлено. Кем установлено? Ну, в регистрационной параде. Он еще комплект документов туда не успел подать. Понимаете? Он поехал навстречу с сыном. Это значит так. Все теперь переведем. И обратно не вернулся. Вот да, вот давайте без слез, без любви. когда возникает по недвижимости? Скажите мне. Когда уже все зарегистрировано? С момента государственной С виной регистрации. Правильно? Правильно. Вот я хотела это дело довести до конца. я хочу выполнить волю мужа. Всем дают перед смертью выполнить свою волю, свое желание. Нет. она вцепилась в эту квартиру. Конечно, хорошо просто так вот. Отвечек, Я действую в интересах своего сына. прекрасная квартира. Так, все, все. Истеричка. Все. Суд удаляет свое принятие решения. Прошу всех встать. Цирк. Далее в программе. Ваша честь, дело в том, что у меня до него был еще другой мужчина. И вот от него у меня и случился выкидыш. Ну, естественно, это не моя дочь. Почему мать считает, что брак для 16-летней дочери может быть опасен? Что это? Излишняя мнительность матери? Или за ее опасениями стоит реальная угроза для жизни девушки? Как мы только приходим в квартиру, дверь закрыта, и мы вынуждены просто вызывать участкового. Но мы не можем постоянно при себе держать участкового. Ваша честь. Если мужчина дожил до 30 лет девственником по вине своей матери, он может и в петлю залезть от безысходности. Или неожиданно жениться непонятно на ком. И тогда уж держитесь, мама. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех задиться. Это не чужой муж. Это мой муж. И стец и ответчик, я сейчас скажу решение. Вы выйдете отсюда. У вас разбираться, кто чей муж, кто кого больше любил, кто что долго будет. Знаете, сколько? Очень-очень долго. Самое главное, я не буду вас в этот момент останавливать. Потому что вы это будете делать в другом месте. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства и приобщив нотариальный отказ о включении одной второй доли квартир в наследственную массу, в иске о включении в наследственную массу одной второй доли квартиры, принадлежащей ответчице, суд считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что оформленный в письменной форме договор дарения доли квартиры не прошел обязательной для него государственной регистрации. В соответствии с правилами части 3 статьи 574 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор, не прошедший государственную регистрацию, является, считается незаключенным и не порождает никаких гражданских прав и обязанностей. Право собственности у приобретателя по договору возникает только с момента государственной регистрации в соответствии с правилами части 2 статьи 223 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае в связи со смертью одариваемого договор дарения не прошел государственную регистрацию, поэтому право собственности на долю квартиры к данном случае к вашему бывшему супругу не перешло. Так как на день смерти одариваемый не стал собственником, то спорная доля квартиры не может включаться в наследственную массу, поэтому суд оставляет в силе тот отказ, который был вынесен вами нотариусом и считая, что данный отказ был правомерным. Суд хотел бы разъяснить следующее, что вы так долго спорили между собой, но даже в случае прохождения государственной регистрации, ну вот предположим, что были бы поданы свои временные документы и он прошел бы государственную регистрацию, но даже после смерти лица, который обратился или через своего доверенного лица обратился за такой государственной регистрацией, такой договор тоже был бы признан недействительным, даже прошедшим государственную регистрацию, потому что у нас есть такое понятие, как правоспособность, то есть это право нести определенные права и исполнять соответствующие гражданские обязанности. Так вот, в соответствии с частью второй статьи 17 Гражданского Кодекса Российской Федерации, такая правоспособность прекращается в связи со смертью. Если бы даже ваш покойный супруг дошел бы с документами, обратился в регистрационную службу, они бы там находились, но он физически не получил это свидетельство, понимаете, что произошло. Поэтому вопрос, да, безусловно, регистрировал, не зарегистрировал, но плюс еще в тот момент, когда с его смертью у него прекратилась правоспособность, то есть у него что значит правоспособность, у него, он в связи со смертью, он и права не приобрел, и обязанности не мог исполнять, понимаете, о чем я говорю. истец ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда в иске отказать. Я потеряла мужа, а теперь лишилась наследства. Самое печальное это то, что я не смогла выполнить последнюю волю своего супруга. Людская жадность просто не имеет пределов. Только я лишилась любимого человека, тут же нашлись охотники за моей собственностью. Но слава Богу, что им ничего не достал. А теперь вернемся в зал суда. Истец Эльвира Кочнева предъявляет иск о признании брака дочери недействительным. Ответчик Алина Макарова представляет в суде также интересы своего мужа Ивана Макарова. Против иска возражает и просит мать не вмешиваться в ее семейную жизнь. Вы представляете интересы также Макарова Ивана Алексеевича? Да, я представляю. Будьте добры, пожалуйста. У вас есть доверенность на представление интересов через судебного пристава? Передайте, пожалуйста. Я вас слушаю, истец. Ваша честь, я не понимаю, как законы в нашей стране в последнее время позволяют несовершеннолетним творить все, что им захочется. Вы знаете, я даже знаю, вам могу адрес подсказать, куда надо вам написать этот вопрос. Подсказать вам? у нас работают комиссии по делам несовершеннолетних. Истец, истец, вам подсказать, куда написать ваш вопрос? Государственная Дума. Вот прямо туда и пишите. Хорошо. Смотрите, у нас работают комиссии по делам несовершеннолетних. В школе раздают брошюрки дурацкие. Вот, пожалуйста, права ребенка, как защитить себя от насилия родителей. Очень много свободы дали. И хоть бы кто подумал, что несовершеннолетние с этой свободой просто не справляются. Они не знают, что с ней делать. Вот, пожалуйста, пример. Моя 16-летняя дочь пошла в администрацию, получила разрешение на брак. Меня, конечно, комиссия выслушала, но их мнение было последним и заключительным. То есть, меня, как мать, просто не учли. А ведь ей еще нет 18, и я представляю ее интересы. И я считаю ее брак. Брак ее нарушает законы ее же. Выяснилось, что оказывается ее молодой так называемый супруг болен с ПИДом. И я требую, просто настоятельно требую, чтобы на основании статьи 15 семейного кодекса пункта 3 брак был признан недействительным, потому что супруг скрыл от нее этот факт. И я, как мать, требую, потому что дочь несовершеннолетняя еще. То есть, вы просите признать данный брак недействительным на основании того, что один из супругов ВИЧ инфицирован, и он скрыл это обстоятельство при вступлении в брак, что, как вы абсолютно правильно сказали, в соответствии со статьей 15 является основанием для признания брака недействительным. Вы утверждаете, что он скрыл это обстоятельство, а вы как... Мне ничего не было известно об этом. Нет, подождите, подождите. Вам ничего не было известно. Это совершенно не означает, что ваша дочь не была поставлена в известность. Вы откуда знаете это обстоятельство? Ну, знаете, у меня работает знакомый врач, который рассказал мне об этом случае. И после серьезного разговора с дочерью, она мне в этом призналась. из чего я должна сделать вывод, что ваша дочь знала, что ее муж ВИЧ-инфицирован. Наверное, так. Но закон же не просит мам и пап ставить об этом в известность. При этом, если мама и папа не поставлены об этом в известность, это ведь не означает признание брака недействительным. Закон говорит о том, что если супруг другой, именно супруг не знал об этом. Но она же несовершеннолетие, и я представляю ее интересы. Но согласие-то было дано на вступление в брак до достижения 18 лет? Было дано согласие комиссии, но не мое. Нет, ваше мнение выслушали, но не учли. Не учли. Но не учли. В данной ситуации у нас закон не требует обязательно вашего согласия. Закон предусматривает опрос родителей и выяснение их мнения. То есть в данной ситуации органы местного самоуправления, которые давали согласие на вступление вашей дочери в брак, выяснили вашу точку зрения, выяснили ваше мнение, но с ним не согласились. Это не есть нарушение закона. Но я хотела бы, чтобы этот брак был признан недействительным. Нет, подождите, естественно, понимаете, какая ситуация? Между я хотела бы и основание ями для признания брака недействительным, это иногда бывает, ну, там, непреодолимая пропасть. Мало ли, что у нас каждый человек хочет? Должны быть основания. Вы же называете основание то, что супруг вашей дочери скрыл от нее обстоятельства, понимаете? Тогда статья пятнадцатая. А если от вас, тогда не пятнадцатая никак. Он не обязан был вас информировать. но тем не менее, это же мой ребенок. Так, хорошо, будьте добры, ответчики, я вас слушаю. Ваша честь, я бы хотела признать мой брак, чтобы мы с моим мужем не разводились, потому что мы с ним уже живем целый год вместе, у нас достаточно хорошие отношения, мы можем себя обеспечивать, и нам помогают тем более его родители, а то, что он заразился этой болезнью, я считаю, что в этом, ну, может быть, да, это плохо, но у нас же в стране многие этим люди болеют, и все равно создают семьи, у них все хорошо, женятся и лечатся от этой болезни. А вот такие люди, многие, не многие, мне это совершенно все равно, пускай они общаются в обществе себе подобных. А вот такие люди, как мама, которые не понимают, что такое вообще, наверное, любовь, и влезут в чужую жизнь, хотя я в ее жизни вообще как бы не имею никакого причастия, потому что я как бы с ней редко вижусь, у меня своя жизнь, мне как бы самое более интересное. И мама просто может боиться то, что я от него какую-нибудь болезнь получу, но мы-то знаем с ним, как правильно предохраняться и какие нужно соблюдать правила, чтобы ко мне эта болезнь не перешла. И тем более я не беременна, это у мамы там какие-то свои вымыслы есть, но мы в дальнейшем с ним хотим завести как бы детей способом эго. Не эго, эко. Эко. Вот. И это когда сперму очищают и потом как бы мне ее передают и ребенок получается достаточно здоровым. Но постой, как это не беременная? Это что значит вы предоставили в администрацию липовую справку? Подождите, подождите, подождите. Нет, там со справкой все хорошо. У нас не обязательно, когда органы местного самоуправления дают согласие на брак, что это только беременность. Ну почему вы так решили? Не обязательно. Там со справкой все хорошо, просто у меня был выкидыш, вот, но мы все равно потом хотим завести здорового ребенка. Я уже конкретно сделала выбор на нем, то что я хочу быть с этим человеком. Мне уже 16,5 лет. Я... Подождите, 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 отвечу. Если вы потеряли ребенка, вы-то сами проверялись после вступления в брак? Да. Вы не больны? Нет. Потому что вы сейчас только что утверждали, что вы хотите, так сказать, ну там, искусственным способом зачать ребенка, но при этом утверждаете, что у вас был выкидыш. Значит, вы не искусственным способом пытались завести ребенка? Значит, вы ставили свою жизнь под угрозу, не только вашу жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье вашего ребенка? Ну, он мне-то об этом сказал, то, что он этим болен, ну как бы... И вы пошли на то, чтобы завести ребенка, или ваша мама недалеко от истины, что вы предоставили справку, не соответствующую действительности? Она об этой справке не знала, он только мне сказал. Если бы я сама узнала об этом... Нет, нет, еще раз, дослушайте меня. Это уровень логики, не противоречьте сами себе. Ваша мама боится, что есть опасность и угроза вашего заражения, достаточно тяжелой хронической болезнью. При этом вы ссылаетесь на то, что вы планируете в дальнейшем жить в этом браке, и в избежании возможностей вашего заражения и необходимости рождения здорового ребенка, не больного, вы будете прибегать с вашим мужем к методу искусственного оплодотворения. При этом же, при этом вы говорите, что у вас был выкидыш. Еще я могу сделать вывод, что в тот момент вы ставили под угрозу свою жизнь и здоровье. Ваша честь, дело в том, что у меня до него был еще другой мужчина. И вот от него у меня и случился выкидыш. Ну, естественно, это не моя дочь, но не моя. Да. Какие подробности узнаешь иногда после? А он меня предупредил о том, что он болен. И поэтому мы вот так вот решили. Ну, это же ваши показания тоже. Я-то там могу, конечно, предположить некую такую ситуацию, но будем считать, что вы дали пояснение. Вас устраивают эти пояснения? Ваша честь, это очень важно для меня. Я хочу сказать следующее. Я хочу счастья своей дочери, чтобы у нее были здоровые дети, чтобы она сама была здоровая. И чтобы при ее уме и красоте она нашла другого, более достойного человека. Поэтому я склонялась к тому, чтобы признать этот брак недействительным. Это действительно страшно, это опасно. Во-первых, я от него не уйду. Это раз. А во-вторых, мы будем дальше вместе жить. И поскольку ты хочешь, чтобы я была так счастлива, будь добра, не лезь ко мне, ладно? Я хочу, чтобы ты была счастлива, но совершенно с другим человеком. Я не буду с другим человеком. И вам не только приходим в квартиру, дверь закрыта, и мы вынуждены просто вызывать участкового. Но мы не можем постоянно при себе держать участкового. Ваша честь. Излишняя материнская опека и контроль во всем, вплоть до вопросов половой жизни, делают из сыновей невротиков суицидальными наклонностями. И тут уже маме приходится спасать сына, который так и не успел стать мужчиной. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы в иске о признании недействительным брак несовершеннолетней дочери истицы, считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленный иск, потому что родители несовершеннолетних детей вправе требовать признание брака недействительным, если брак был заключен при отсутствии разрешении органов местного самоуправления на регистрацию брака в соответствии с правилами части 1 статьи 28 и части 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации. В данном случае брак был заключен с разрешением органов местного самоуправления. То есть, в этой ситуации процедура заключения брака полностью соответствовала требованиям закона. Несогласие дочь, несогласие матери с данным разрешением, то есть, разрешением органов местного самоуправления не является основанием для признания брака дочери недействительным. Суд хотел бы разъяснить, что согласие родителей не требуется для вступления детей в брак в возрасте от 16 до 18 лет. Требуется только учет их мнения. Адрес все тот же, который я вам называла. Вывеска. Государственная дума. Вот туда можете написать ваши вопросы. Почему они ввели такую норму? То есть, вашего согласия не требуется. От 16 до 18 спрашивают ваше мнение. Могут прислушаться, могут не прислушаться. То, что и произошло в данной ситуации. Также суд разъясняет следующее, что право требовать признание брака недействительным в случае, если ВИЧ-инфицированный супруг скрыл это от другого супруга, принадлежит только супругу, от которого был скрыт этот факт. В данном ситуации у нас с вами часть 3 статьи 15 Семейного кодекса Российской Федерации очень четко указывает на субъектов. Правильно, у нас с вами в статье есть объекты, то есть, чего касается и субъекты, то есть, лиц, которые участвуют. В этой ситуации у нас с вами законодатель очень жестко ограничил, что только супруг, от которого было сокрыто обстоятельство, что другой супруг ВИЧ-инфицированный, имеет право требовать признание брака недействительным. К сожалению, законодатель не расширил данной ситуации данный круг. Почему? Потому что, ну, на мой, например, взгляд, когда несовершеннолетние дети вступают в брак даже при наличии разрешения органов местного самоуправления, конечно, ВИЧ-инфицирован другой супруг или не ВИЧ, не ВИЧ-инфицирован, должно быть обязательно учитываться, и родители в этом случае вместо учета мнения должны давать свое согласие. И диктуется это не тем, что ВИЧ-инфицированные граждане являются у нас, знаете, изгоями из общества, не поэтому. Просто в возрасте от 16 до 18 лет у нас с вами несовершеннолетние не всегда способны в полном объеме соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы не заразиться указанной болезнью. Вот, но это моя точка зрения. А с точки зрения действующего закона от 16 до 18 с разрешением органов местного самоуправления, которые учитывают все обстоятельства, при которых дается такое разрешение, мнение родителей только учитывается, их согласие не требуется. А признавать брак недействительным у нас может только супруг, от которого было сокрыто это обстоятельство. А ваша дочь с момента вступления в брак тоже не ко мне, я не писала эту норму, она вступила в брак, ее брак зарегистрированный, она была с этого момента признана полностью дееспособной. То есть к ней перешли весь комплекс прав и обязанностей, как к совершеннолетней. Понятно, естественно? Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда в иске отказать. Я буду разговаривать с родителями этого ВИЧ-инфицированного. Уж они-то должны понимать, что наши дети не могут жить вместе. Мне 16 лет и я взрослый человек. Что захочу, то и буду делать. А теперь вернемся в зал суда. Истцы Анатолий и Татьяна Шишковы подают иск об определении порядка пользования квартирой, в которой они проживают вместе с ответчиком. Ответчик Нина Шишкова иск не признает и считает, что Татьяна Шишкова должна покинуть квартиру. Ровно год назад я познакомился со своей будущей супругой. Так как я долгое время не мог найти себе спутницу жизни. Дело было в кинотеатре. Была стояла с премьерой фильма. Рядом со мной оказалась такая милая девушка. И мы с ней слов за слово после фильма я ее пригласил в кафе, где у нас оказались общие интересы. Мало того, что кино было интересно, так мы еще актеров вместе любим одних и те же. И я ей предложил как бы наши дальнейшие наши встречи продлить. И в итоге оказалось на протяжении полгода я понял, что это девушка о моей мечте и я решил ее взять в жены. После своего решения я сразу подошел к своей маме. Когда я сказал, что мы решили пожениться, у нее началась такая истерика, Ваша честь, вы не представляете, она просто переменилась в лице. Она стала всячески оскорблять, как только могла. Но так как мы взрослые люди и я свое решение не стал отменять, и я просто-напросто мать не послушала и взял ее в жены. После как мы поженились через месяц, я ее прописал у себя в квартире. Ваша честь, что есть документ, где я являюсь съемщиком квартиры муниципалит. Простите, пожалуйста, нанимателем. Нанимателем, да. И тут, Ваша честь, началось самое страшное. Мать стала придираться к каждому ее слову, к каждому движению. Короче, она делала все, чтобы жизнь стала невыносимой. Мало того, так она из кухни вынесла все, кухонный утварь, унесла к себе в комнату. Вот. Мы и так все купили, все сделали. Так она теперь взяла, Ваша честь, врезала замок на кухне, и мы теперь вообще не можем ей пользоваться. Вот. И, короче, жизнь превратилась как будто мы живем в дурдоме. Вот, Ваша честь. Вот. Я хочу еще добавить. Ладно, я поняла бы ее реакцию такую, если бы она в первый раз вот меня увидела, муж привел и сказал, посмотри, вот это моя жена, мы будем жить здесь. Так нет же, мы еще уже три месяца жили втроем вместе в квартире. То есть, она была очень доброжелательна, улыбалась постоянно. Мы постоянно занимались вместе домашними делами, то есть, все было замечательно. Но когда она узнала, что мы решили оформить наш брак, тогда вот это вот сумасшествие и началось. Вот. Однажды я принимала душ, так она ворвалась в душевую, начала меня оттуда выпихивать, всячески обзывать, мол, убирайся из моей квартиры, и душ мой, и все мое. Вот. Как-то я пошла на работу, прихожу, не могу попасть в квартиру, потому что она сменила замки на входной двери. Пришлось звонить мужу, чтобы он приехал и пытался всячески упростить ее, чтобы она открыла нам дверь. Вот. Ну, мы... Мало того, так еще, был такой случай, вот, уже это в систему вошло, мы просто так в квартиру без участкового войти не можем, потому что, как мы только приходим в квартиру, дверь закрыта, и мы вынуждены просто вызывать участкового. Но мы не можем постоянно при себе держать участкового, Ваша честь. Мало того, когда жена хотела мне разогреть ужин, так она взяла газовые комфорки, вывернула все ручки, и мне пришлось заново все это покупать, все это вставлять. Так, эстэ, скажите, пожалуйста, вы какой порядок пользования-то просите? Вот пока то, что вы говорите, на самом деле выглядит как исковое требование о нечинении препятствий в пользовании местами общего пользования. Правильно? А в чем порядок пользования? Ваша честь, у нас двухкомнатная квартира, одна комната 12 квадратных метров, а другая комната 24 квадратных метра. Мы хотим, чтобы 12, вот эта квартира, которая поненьше площадью, принадлежала маме, а наша комната принадлежала нам, потому что у нас в дальнейшем намечается... Нет, просите, естественно, принадлежать не договоре социального найма, то есть вы просите установить следующий порядок пользования, предусмотреть, что ответчик имеет право пользования комнатой в размере 12 квадратных метров, а вы имеете право пользования комнатой в размере 24 квадратных метров. Я правильно вас поняла? мне договоры социального найма и свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, ответчик, я вас слушаю. Ну, с иском я не согласна. Я считаю, что Татьяна должна выехать с этой квартиры. И в этой квартире она не просто так появилась. Я просто испугалась за сына. Однажды, когда я там прибиралась, я нашла дневник. И там написано... Мама, это уже лично, это не надо врачу. Я мама, я для тебя все это делаю. Вот. И, значит, нашла дневник, а там написано, я девственник. Единственное, что мне хочется, это покончить жизнь самоубийством в свои 30 лет за потерянную бездарно прожитую жизнь. И я испугалась. Я решила спасти сына. Сын мой всегда был закомплексованный, робкий мальчик. У него было единственное, что работа и дом. Никуда он не ходил без надобности. Целыми днями после работы он сидел в интернете. Ну что, на улице он с девушками знакомиться не будет. И однажды я вспомнила, что я лежала в больнице с очень красивой молодой женщиной. Вот. Ее зовут Татьяна. Да-да, та самая Татьяна. Ну вот, я с ней общалась и она все время говорила. Любой каприз за ваши деньги. Так это просто поговорка. Это дело не нужно. Я с ней поговорила. Вот. Она немножко поломалась и согласилась. Но не бесплатно. За 20 тысяч рублей. Вот. Ну, значит, еще. Там, значит, получилось. Я купила два билета в кино. Один отдала Татьяне, чтобы это все так выглядело. А другой отдала своему сыну. Под приблогом уборки я выпроводила его. Ну, и дело пошло. Вот. Значит, он это привел Татьяну знакомить. Мама, пригласи. Ну, я же предложила ей встречаться со мной. Она стала часто у нас ночевать. Ну, потом я как-то так поговорила с ней с глазу на глаз и говорю, подружка, как говорится, ты должна выехать с этой квартиры, потому что, ну, как, пора и честь знать. Денежки ты получила. Все. Ты должна съехать. А она сказала, молчи, мама, потому что я такое твоему сыну расскажу, что он сам в петлю полезет. Да никакие деньги я не брала. Как не брала? А вот расписочка. Так это задомнодельные услуги. Они все равно пошли в обществе, имеют это же мама. Что прошлое вспоминать? Мы это знаем. Я люблю эту девушку. Ты понимаешь, я люблю ее, мама. Вот. И я все время молчала. Я очень боялась, боялась, что она расскажет Толику. Ну, а потом получилось так, что она стала командовать полностью. Она говорит как-то, мама, ты должна жить в 12-метровой комнате, мы в 24, нам с Толиком место надо. Ну, стало просто невозможно жить. И вот эта ехидна, она меня собирается выгнать в богодельню. Точно выгонит. Для чего вы это взяли? Ну, пока я жива. Никто не хочет куда-то отправить. Я буду сражаться до конца. Ответчик, подождите, подождите. Ответчик, а за что вы будете сражаться, не сдавая рубежи, можете мне сказать? За то, чтобы я осталась так, как мне хотелось в этой квартире. Молчите, а как бы вам хотелось? Ну, чтобы как раньше мы жили. А как раньше? Почему я должна в 12-м? Мы жили раньше 24 метра у меня было. Где? Вдвоем с сыном? Ну, почему? Он в маленькой комнате. Ну, вот это вот, это наша жизнь. Не могут поделить мужчины. Нет, никак не могут. Нет. Так, все у вас, ответчик? Все? Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истцов, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, в иске об определении порядка пользования жилым помещением, занимаемым по договору социального найма, суд считает необходимым отказать. Иск о нечинении препятствий в пользовании жилым помещением суд удовлетворяет и выносит решение об обезании ответчицы не чинить с самопрепятствием в пользовании всей площадью в квартире. Суд отказывает в иске об определении порядка пользования в квартире, поскольку правовой режим данной жилой площади социальный найм. А по действующему жилищному кодексу Российской Федерации в квартирах, занимаемых по договору социального найма, не определяется порядок пользования и также не заключаются отдельные договоры найма. так как в данной ситуации если вы помните то раньше до принятия жилищного кодекса у нас было такое понятие как раздел лицевых счетов. То есть взаимоотношения в семье доходили до такого состояния, что каждый предпочитал по отдельному лицевому счету оплачивать коммунальные эксплуатационные расходы, а на самом деле разделение лицевых счетов приводило к тому, что квартира становилась коммунальная. Вот для того, чтобы у нас наши граждане перестали из квартиры делать коммунальные квартиры, был отменен порядок раздела лицевых счетов и поэтому в настоящее время у нас нет режима заключения договора отдельного социального найма. Поэтому у нас нет больше никаких квартиросъемщиков, у нас нет больше никаких ответственных квартиросъемщиков, у нас есть основной договор, у нас есть основной наниматель по договору социального найма и все остальные наниматели, которые по мере регистрации в этой жилой площади вносятся в договор социального найма. Но наше жилищное законодательство не предусматривает определение порядка пользования в квартирах, занимаемых по договору социального найма. Порядок пользования может быть установлен только для тех квартир, в которых существует режим, как правовой режим, именно режим собственности. Совместная собственность равнодолевая, общедолевая, неравнодолевая. Вот там, где у нас есть собственники, там может быть определен, в том числе и в судебном порядке, порядок пользования этой жилой площадью. Однако суд выносит решение, обязывающее ответчицу не чинить истцам препятствий в пользовании всей площадью, занимаемой квартирой. Так как на муниципальной жилой площади у всех проживающих равные права на пользование всей жилой площадью, как жилыми, так и нежилыми помещениями. Понятно, да? То есть в данной ситуации ответчик, будьте добры, пожалуйста, не отвлекайте участкового от занятия, на самом деле, его прямыми обязанностями. Вы не имеете права ставить никакие замки. Вы не можете истцов ограничивать не только в пользовании, местами общего пользования. Но еще раз обратите, пожалуйста, внимание, всей квартиры. По договору социального найма нет долей. Имеется в виду вся квартира. То есть каждый из вас, естественно, в реальной жизни, просто люди между собой способны договориться, кто в какой комнатах проживает. Но с правовой точки зрения не выделяется по договору социального найма в квартирах, не выделяются конкретные комнаты. Суд не может определить, но и в этой ситуации никто не может чинить препятствия в пользовании всей жилой и нежилой площадью. Ответчик, понятно? Понятно. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Неважно, как началось наше знакомство, главное, что мы будем теперь все время вместе. Но главное, что мы счастливы и любим друг друга. Получается, что я сама в дом беду привела. Одну отвела, а другую привела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин